С 27 июля по 12 августа в Лондоне проходили летние Олимпийские игры, в которых приняли участие два далговпилских спортсмена Дмитрий Юркевич и Анастасия Григорьева. Очень большие надежды на медаль возлагали Настя и ее тренер Сергей Курситес. Но итог таков, что наша девушка заняла только девятое место в соревнованиях по вольной борьбе. Во втором поединке она уступила спортсменке из Монголии. Конечно, Настя довольна тем, что удалось выступить на Олимпиаде, но полной удовлетворенности своим выступлением нет. Изначально все четыре года работали именно на Олимпиаду, и не просто на попадание туда, а на золото работали. И, грубо говоря, хотелось домой вернуться победителем, но получилось так, что заняли только девятое место. И как бы мы не считаем свое выступление провалом, но и успехом это тоже трудно назвать. Но ведь в принципе это Олимпийские игры, там слабых соперников не было, там собрались сильнейшие. Мы это понимаем, но знаете, ну тоже так, ну все говорят, там собрались сильнейшие, как будто вот все сильнейшие собрались, а мы вот, ну так, к сильнейшим просто. Ну как бы мы тоже не считаем себя слабее всех остальных, и как бы мы были готовы, чтобы бороться как минимум за медаль. И то есть, ну то, что мы заняли девятое место, это ну нисколько не уменьшает то количество работы, которое мы проделали, поэтому как бы мы готовились на результат повыше. Первый поединок соперницы из Соединенных Штатов Америки Настя выиграла, но победа-то была нелегкой. Поначалу наша спортсменка уступала 0-2, но затем Насте удалось собраться. А вот с монголкой не получилось. Вполне возможно, что сыграл роль и совсем небольшой интервал между схватками. На других соревнованиях не столько, ну нет такого, что все самые сильные спортсмены собираются одновременно. Поэтому как бы на обычных соревнованиях можно попасть на кого-то полегче, на кого-то следующую схватку посильнее. А тут идет так, что каждая схватка как финальная. Поэтому вот в этом плане было немножко тяжелее, ну и так непривычней. Но как бы в принципе мы были готовы к тому, что схватка будет идти одна за другой с интервалом в 15 минут. А чего не хватило все-таки с монгольской соперницей? Я не знаю. В принципе, ну, может это действительно опыт какой-то. Вот, ну, потому что, ну, я совсем недавно перешла из юниоров во взрослую борьбу. И может вот это где-то постоять, где-то придержать, где-то довести дело до 0-0, чтобы фишка была. А у нас как это? А, скорее все, надо там баллы-балы брать. Как бы тренер там старается, ну, останавливает меня. Но тоже как бы там особо не докричишься, когда уже все. Ты понимаешь, что следующая схватка уже будет за выход в финал. И понимаешь, что надо брать баллы сейчас. И вот этот азарт какой-то, может, вот это немножко помешало. Конечно, сегодня поздно уже говорить о том, что помешало. Ведь все равно девятое место на Олимпийских играх – это отличный показатель. Сейчас Настя будет готовиться к другим соревнованиям. Кроме того, планирует выступить и на следующих Олимпийских играх в Бразилии через 4 года. Что касается легкоатлета Дмитрия Юркевича, то ему до выхода в полуфинал тоже немножко не хватило. Какие-то доли секунды решили исход забега на полторы тысячи метров. Оцениваю свое выступление довольно-таки положительно, потому что первый опыт, все-таки такой мандраж, естественно, присутствовал. И бегут самые-самые, что ни на есть лучшие бегуны мира. Поэтому на дорожке там случаются разные, также какие-то тактические ошибки. Кто-то сильнее, кто-то слабее, кому-то меньше везет, кому-то больше. Так что оценивая, так как у нас немножко в прошлое, я оцениваю свой бег, оцениваю его как положительно. Немножко буквально совсем не хватило для выхода в полуфинал, где могла сложиться ситуация совершенно по-другому, естественно. Поэтому все нормально, будем тренироваться, готовиться. Впереди много других стартов, где можно завивать хорошие места, медали, чтобы все впереди. Тренироваться нужно, но вопрос где? В Далговпилсе по-прежнему нет хорошего легкоатлетического стадиона. Конечно, имеется манеж, но там круг маленький, поэтому нужно тратиться на топливо, чтобы для подготовки ездить в другие города и волости. Сейчас построили отличный стадион в вышках. Даже там не 8 дорожек, всего лишь 4 дорожки, но для тренировок там идеальные условия, я считаю. Дорожка мягкая, не травмоопасная, то есть можно бегать и ногам, можно сказать, никакого вреда по сравнению с нашим стадионом, что было раньше. Вот, ну, готовясь к Олимпиаде, основным летом, ездили в стадион в Прейле. Ну, вышках построили совсем недавно, поэтому так потренироваться особо много и не получилось там. Ну, пару тренировок сделали и очень понравилось. В следующем году Дмитрий собирается стартовать на Всемирной универсиаде и на чемпионате мира. В 2014 году выступит на чемпионате Европы. Будут и другие соревнования, которые станут своеобразной подготовкой к главному событию – летним Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро, которые пройдут в 2016 году. Молодой спортсмен очень надеется на то, что городские власти обратят свое внимание на проблемы спортсменов и смогут в ближайшие годы построить для поклонников королевы спорта легкоатлетический стадион. Спасибо. Спасибо.